Так, Сатурн встает 21 июля 2020 года над Харьковом, а Сатурн сегодня виновник торжества, он сегодня в оппозиции к Солнцу. На прямой линии находится Солнце, Земля, Сатурн, 1 миллиард 350, 345 миллионов километров. Так, я сегодня часто эту цифру повторял, думал. Ждотировку параллели, 1 миллиард 300, 445 миллионов километров, а вот вытешивайся. Да. О, и МКС летит, ну почему нет, давайте сейчас. Вдруг, я себе спокойненько, когда, благо, позвонила сестричка по поводу маминого дня рождения и подарков. Ну, надо поднимать штатив так, не покрутишься, это в зените вообще, летит наш красавец МКС. Видно? Вот это вот, без увеличения. Так он перемещается. Сейчас будем замирывать, 400 километров до него. На фоне звезды досмотрится шикарно. Так дрюхи-то я, чёрт, думаю, первый раз до две ночи хоть посплю. О, облака у нас были сплошные. Вот хорошо сестричка позвонила. А я гляну в окно, а тут часть неба чистая. И как раз там её у нас именинник Юпитер с Сатурном красуется нынче. Ну вот, опять же в комментариях всё равно спрашиваю, почему не увеличиваете МКС как Сатурн? Да потому что он, зараза, несётся, как... А у фотоаппарата 125 крат. Только в оптике без цифр увеличения. Как ты его при таких консолях поймаешь? Сейчас он бежит к горизонту, будет опускаться и будет полегче чуть-чуть. Что ты его затмел? А, это уже ветки пошли. Сейчас мы его наловимся, он уже нырнёт в зелёнок. На фоне звёзд в окуляр очень классный, видно, как он несётся. Не знаю, что из этих звёзд будет видно на экране. Ай! Всё. Ушёл в кусты. Это уже огни в Северной Савдовике. Девятиэтажного дома. Так, поехали к нашим именинничкам. Да, абсолютно сплошная облачность кругом. Вот именно часть неба. Немножко открыта. Так, вот это вот. Две планеты. Юпитер справа. Более яркий. Сатурн и Мининник слева. Менее яркий. Но более значимый для нас нынче. А всё остальное, это огни Харькова. Огни Северной Салтыки, Салтовского Депо. Так, ну, Сатурн уже показал. Будет справедливо. Что-то у меня начали видеозаписи прорываться. Получается, кусками их выкладывают. Наверное, покажу сразу. Юпитер с его гонодиевыми спутниками. Надеюсь, они в один дубль поместятся. В один кусок, будем так говорить. Видеозаписи. До Юпитера 620 уже миллионов километров. Сегодня уточнило. То есть было еще и давеча 619 миллионов километров. Всё уже. Был в оппозиции 14 числа Юпитер к Земле. Тоже так же на одной линии. Земля. Юпитер. Солнце. Тогда было. Что-то пропадают спутники. Не понял. Так, справа, значит, спутник. Европа. Европа вырвалась вперед. На нынешний день дальше идёт спутник Ива. И слева от Юпитера. Что такое? Наверное, всё-таки есть облачко. Очень мутненько. Ну, а что же мне быть? Везде крово-молочное. Так, и слева теперь спутник. Ганимед. И сейчас слева ещё должен появиться Калиста. Он появился. Я уже вижу в окулярах. Не знаю его. Наверное, на мониторе и незаметно будет. Ну, он там, может, хоть на записи, на экране будет виден. Вообще странная штука. Ну, ничего не понимаю. А, облака закрыли. Что тут понимать? Вообще. Вот это я снял. Ай-яй-яй. Да. Вон проявляется опять вкус облака. Ты представляешь, как я вовремя вышел. И на тебе МКС успел снять. И на тебе. Да. Это просто облака его закрывают. Банально. Ну, по-моему, всё-таки я сегодня выспнусь. Наверное, не получится пойти. Это я прямо рядом с домом снимаю. Сейчас попробую резкостью над вами поиздеваться. Сам-то я такое удовольствие получаю. Некоторая мазохистка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.